Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Алиси Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дональд Трамп все же ввел пошины на товары из Китая, растоптав все прежние договоренности. Заговорит ли Европа на французском? Что за лингвистический переворот зреет в голове президента Макрона и кто поддерживает его идею? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это и многое другое далее подробно. Строительство, перешедшее в конфликт. Жильцы одного из частных домов по улице Черешилер столичного сектора Чентру остались без света, воды и газа. Причина, по их словам, стройки, проходящие прямо под их забором. Там соседи начали застраивать территорию, что периодически приводит к отключению коммунальных услуг. При этом жильцы соседней квартиры утверждают, что не давали своего согласия и более того, вызвали экспертов при туре сектора Чентру, которые ранее признали строительство незаконным. Однако на этом все действия мэрии в отношении данного конфликта прекратились. Еще одно строительство и еще один неразрешенный конфликт. Частный дом по улице Черешилер столичного сектора Чентру разделен на две квартиры. И хотя соседи живут бок о бок, далеко не ладят друг с другом. Так один из жильцов недавно затеял на своей территории строительство, тем самым причиняя значительные неудобства другим обитателям дома. Разрешения не спросил, документов не предоставил. По крайней мере, так утверждает его сосед Артур Желев. Один из соседей начал перестройку, перепланировку своей половины, не согласовывая это с нами и без разрешения официального от архитектуры, от государственных органов, без проекта. Приезжала комиссия из притуры сектора Чентру и постановила при мне, по крайней мере, высказала во всеуслышание, что стройка является незаконной, так как нет согласия второго соседа. Однако постановление притуры так ни к чему и не привело, уверяет Артур Желев. На место он вызвал и полицейских, но и те не смогли ничего решить. А строительство тем временем продолжается. При этом ремонтные работы периодически приводят к отключению коммунальных услуг. В соседнем доме то света нет, то воды или газа. Меня беспокоит все, и шум, и гам, и то, что нам отключили. И первое время у нас воду отключили, второе, потом электричество. Они задеяли домоход, и домоход не работает. И до сих пор у нас уже как две с половиной недели, мы без горячей воды. У нас дома человек, который за 80, и пусть еще и инвалид. Корреспондент РТР Молдова попытался связаться с соседом семьи Желевых. Дома его не было, но позже по телефону прокомментировать сложившуюся ситуацию он отказался, сославшись на занятость. О том, что строительство по адресу Черешил Р26 проходит незаконно, подтвердили в придуре сектора Чентру. Так, вице-притер Петру Будурин заявил, что лично был на месте стройки. Однако застал там лишь рабочих, которые не сумели предоставить копию или оригинал авторизации. Будурин заверил, что до конца недели вновь придется инспекция на место строительства. Если владелец не предоставит документов, подтверждающих разрешение на строительство, притура уведомит о незаконных действиях полицию, после чего работы будут остановлены в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Наталья Фомина, Сергей Леподат, Вести Молдова. Половина должностей в столичной мэрии вакантны. Это показало результат аудита кадровых ресурсов. Исполняющий обязанности мэра Руслан Кадряна назвал ситуацию катастрофической. Он считает, что проблема не столько в мизерных зарплатах, сколько в отсутствии мотивации. В муниципальных управлениях работать некому. Почти 50% должностей здесь оказались вакантны. Это показал результат исследования управления внутреннего аудита мэрии. Его озвучил сегодня на еженедельном оперативном заседании глава отдела операционного аудита Роман Витюк. По ситуации на 1 января 2018 года в муниципальных управлениях в целом 968 должностей, из которых 26% – это технический и вспомогательный персонал. Остальные – это функции управленческие или исполнительные. Исполняющий обязанности мэра Руслан Кадряну считает, что вся проблема в отсутствии мотивации. Кто-то много лет занимает публичную должность, имеет опыт, а в кресло ночейника сажают человека с улицы. О какой мотивации в этом случае может идти речь, спросил Кадряну. Люди, которые действительно хотят работать, даже за такую мизерную плату уходят. А уходят они, потому что бардак все эти годы творится в мэрии. Остальные, которые хотят творить хаос и дальше, борются за то, чтобы вернуть себе должность. В управлении образования, к примеру, 48 должностей. Из них половина – вакантны. Глава ведомства Ради Кагуцу считает, что причина в зарплатах. Заработная плата юриста составляет 2040 леев. И это причина того, что у нас сегодня в юридическом отделе нет ни одного сотрудника. Экономист получает 1360 леев. Надо не политикой заниматься, а кадрами, заявил Руслан Кадряну, который тоже собирается покинуть мэрию после того, как Андрей Настаси официально вступит в должность. Он заявил, что не хочет быть вице-мэром и уже подыскивает себе новое место работы. Все еще без мандата. Столичный суд сектора Чентру и на этот раз не утвердил Андрей Настаси в должности генерального мэра Муниципе Кишинео. Сегодняшнее заседание было прервано представителями окружного избирательного совета номер один, которые потребовали отвода одного из членов судейского состава из-за возникших сомнений о его беспристрастности. Подробности далее в нашем репортаже. Новое заседание суда сектора Чентру по утверждению мандата Андрея Настаси состоялось сегодня. Однако судебная инстанция снова не утвердила его в должности генерального мэра муниципе Кишинео. На этот раз причиной послужило требование представителя окружного избирательного совета номер один, в частности социалиста Виталия Мирон, об отводе судей из-за возникших сомнений в его беспристрастности. Судебная инстанция данный запрос приняла и дело будет передано другому судье. А вот когда состоится новое заседание, пока неизвестно. Подобное решение вызвало волну возмущений у сторонников партии «Платформа достоинства и правда». Перед зданием суда они требовали официально признать Настаси мэром города Кишинео. Затем их протест продолжился у здания правительства и мэрии. Настаси, нет примат! Настаси, нет примат! Настаси, нет примат! Представители партии ЛДПМ Тудор Делиу и Мария Чобану также оказали поддержку новоизбранному мэру Андрею Настаси, заявив, что решение суда затягивается искусственно и незаконно. В свою очередь заместитель председателя партии «Платформа достоинства и правда» Александр Слуцарь заявил, что если суд не озвучит свое решение и не утвердит мандат в течение двух дней, то в этой связи будут организованы массовые акции протеста. Сам же Андрей Настаси опубликовал на своей странице в соцсетях видео, в котором снова заявил, что процесс признания его мандата затягивается намеренно. «Я думаю, что это игра с целью затянуть процесс признания законности данных выборов. Мы все понимаем, что это правительство напугано волей народа. Нашей победой 3 июня делает все возможное, чтобы не подтвердить этот результат быстро и легальным образом». По его словам, отсрочка является необоснованной. Процесс затягивается для того, чтобы Мунсовет успел принять сомнительные решения по некоторым проектам. Напомним, заседание суда Кишинел по утверждению мандата избранного мэра столицы Андрея Настаси первый раз была назначена на 15 июня. Однако в должности градоначальника его так и не утвердили. Причиной послужили два заявления в высшую судебную палату о нарушениях во втором туре выборов, после чего заседание было перенесено на сегодня, 18 июня. Между тем, некоторые эксперты говорят о том, что Андрея Настаси, когда он уже займет кресло градоначальника, будет сложно сработаться с муниципальным советом. Так, по мнению Анатолу Церану, эти отношения будут враждебными именно с политической точки зрения. Сложными и враждебными. Такими видят отношения между избранным мэром столицы и муниципальным советом Кишинел политический аналитик Анатол Церану. В интервью для новостного портала «Трибуна» эксперт заявил о том, что Андрей Настаси был избран градоначальником на один год, а за столь короткий срок невозможно сделать многое. Поэтому, считая Церану, главная задача нового мэра – не допустить усугубления ситуации в городе. В таком случае успехом может стать лишь концентрация мэра на нескольких краткосрочных проектах, которые дадут ощутимые результаты, уточнил Церану. Ситуация усложняется из-за предстоящих парламентских выборов. Подавляющее большинство муниципальных советников представляют политические партии, конкурирующие с платформой «Достоинства и правды» и партией «Действия и солидарность». Никто из них не заинтересован в том, чтобы новый мэр посредством своей деятельности в мэрии накапливал политические дивиденды, которые можно будет использовать на парламентских выборах. Я считаю, что Андрей и Настаси ждут сложности в отношениях с муниципальным советом. Обосновал свое мнение Церану. Также он высказался о том, как результат местных выборов в Кишинеу может повлиять на осенние парламентские выборы. Это, по словам политического аналитика, зависит от претендентов на кресло депутатов в будущем парламенте, насколько они будут в состоянии правильно воспользоваться данными результатами. Как показали исследования экспертов Ассоциации «Промо-Лекс», первый тур привел бы в парламент 9 социалистов и только двоих депутатов от ППДП и ПДС. Ситуация была бы радикально иной, если бы голосование проводилось в два тура. В этом случае в парламент могли бы попасть только представители ПСРМ, ПДС и ППДП. Только в этом случае депутатов-социалистов было бы 5, а представителей проевропейской оппозиции – 6. Пояснил Сирану. Он добавил, что если все правые силы объединятся для участия в выборах, у них есть хорошие шансы на победу и создание парламентского большинства. А вот шансы левых антиевропейских сил зависят от того, будет ли в состоянии проевропейская оппозиция объединиться для участия в выборах единым списком. Одна из громких тем, которая обсуждается в последние дни – это строительство нового посольства Америки в центре столицы, на территории бывшего республиканского стадиона. Многие представители гражданского общества осуждают эту идею. И вот для того, чтобы выяснить все причины такого решения, мы сегодня пригласили в нашу студию посла Америки в Республике Молдова Джеймса Петтита. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, вообще что подразумевает под собой сделка по приобретению этого земельного участка в этих целях? Как она будет проходить и почему была выбрана именно территория бывшего республиканского стадиона? Это совсем не новый проект. Мы уже в течение последних 10 лет долго искали какой-то участок побольше, чтобы мы построили новое помещение, новое посольство. Мы, то здание, где мы сейчас находимся, на улице Матьевич, мы уже там с самого начала, приблизительно 26 лет. И я бы сказал, что для нас, для американского посольства действительно надо как-то отразить развитие наших дипломатических отношений здесь в Республике Молдова. Проще говоря, нам нужно новое здание, нам нужна новая территория. Так что мы долго искали, мы сделали разные анализы, мы привезли экспертов из Америки, чтобы смотреть разные участки. И одновременно мы очень желали, чтобы мы построили новое здание где-то в центре Кишинева, чтобы всем доступно было. И в конце концов мы решили купить один участок, заброшенный участок, к сожалению, в городе Кишинева, как знаете, очень много заброшенных участков. И теперь мы обсуждаем этот вопрос с властями, с правительством, чтобы заключить контракт. До сих пор не заключили контракт, так что не могу подтвердить точно, где участок находится, хотя, конечно, я думаю, что все обсуждают этот вопрос по поводу бывшего стадиона. Я думаю, что скоро мы можем объявить публично, где точно будет наше здание. Но я хочу всех подтвердить, потому что я знаю, что это дело вызвало определенную эмоциональную реакцию. Многие жалуются о том, просто вообще не нравится, когда территория, участок, которые принадлежат, скажем, народу, уже передают третьему лицу в данном случае. Я могу подтвердить, что здание будет сделано со вкусом, здание будет красивое. Как можно больше мы сохраняем зеленые места. Я убежден, что это лучше будет городом, потому что, как сказал, к сожалению, в городе Кишиневе, и особенно в центре, очень много таких заброшенных участков. Как пример, бывший республиканский стадион. Там действительно заброшенное место. Там бродячие собаки, там мусор, там это предоставляет определенную опасность соседям. Я думаю, что безразлично, где мы построим новое посольство, вообще район, это будет лучше, это будет более безопасно. Так что мы считаем, что результат будет позитивным для жителей Кишинева. Почему все-таки выбрали именно это место? Потому что вы же понимаете, что ностальгия какая-то у людей под тем мероприятием, которые там приходили. И многие предполагали, что, возможно, там построят какой-то спортивный комплекс или культурный комплекс. То есть там окажутся какие-то дипломатические здания. То есть почему вы все-таки выбрали именно это место, если понимаете, что это может вызвать негатив? Есть очень много факторов. Есть фактор безопасности, есть фактор о земле, есть фактор об окружающей среде и так далее. Это довольно сложный вопрос. Это инженеры занимаются этим вопросом и так далее. Я знаю, что существуют разные альтернативы. Что можно делать, в принципе, с любым заброшенным участком? Да, очень хорошая идея есть парк, построить парк. Я думаю, что это люди предпочитают вообще. Но, знаете, нам просто нужен какой-то участок. И мы выбрали участок. Мы заплатим, наверное, довольно крупные деньги. Здесь речь не идет о подарках. Это будет коммерческая цена на основании коммерческого рынка недвижимости. И почему вообще возникла такая необходимость, скажем так, построить новое здание? Потому что у вас и так в хорошей зоне немаленькое, скажем так, посольство. Почему вы решили все-таки расшириться? Правильно, правильно. Это потому, что действительно количество персонала росло. Теперь у нас разные офисы по всему городу. Это просто неэффективно, это нехорошо. Мы хотим консолидацию в одном здании. Тоже это вопрос о безопасности. Посольство, где мы сейчас находимся, это как раз на тротуаре, на улице. К сожалению, из-за ситуации в мире теперь нам очень важна безопасность. Так что очень много есть критерий. Что ж, спасибо большое за то, что ответили на интересующие многих вопросы. Напоминаю, что у нас в студии был посол Америки в Республике Молдова Джеймс Петтит. И мы обсуждали строительство нового посольства в Кишинелл. А мы продолжаем выпуск и перейдем к другим темам. Международный день отцов отметили накануне в Кишинео. В честь этого праздника на столичном стадионе Зимбру при поддержке ЮНИСЕФ и Федерации футбола устроили семейные соревнования. По словам организаторов, цель этого мероприятия – подчеркнуть, что роль отца в воспитании ребенка так же важна, как и роль матери самых первых минут в жизни малыша. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас находится с официальным визитом в Республике Молдова. На повестке дня – встреча с молдавским премьером Павлом Филиппом, обсуждение молдо-эстонских отношений и перспективы активизации двустороннего сотрудничества для достижения нашей страны европейской цели, возложение цветов к памятнику Штефану Великому, а также встреча со студентами Государственного университета Молдовы. Программа визита включает и встречу с вице-премьером по европейской интеграции Юрием Лянкой и с президентом Республики Молдова Игорем Дадоном. Отметим, что эстонский вице-премьер пробудет в нашей стране до 19 июня. Наре Однако протестующие водители считают, что это сохранение цен на горючее не исчерпывает сложившуюся ситуацию. До 29 июня экономические агенты Кишинел должны представить трудовые книжки своих работников на оцифровку. По данным Национальной кассы социального страхования, речь идет о свыше 5000 экономических агентов, которые должны будут представить документы работников, начавших трудовую деятельность до 1 января 1999 года и не являющихся получателями пенсий. По решению Кабмин, руководители предприятия должны будут выдать работникам или представителям работника под роспись трудовую книжку до 28 декабря 2018 года. А до выдачи трудовой книжки работодатель должен будет сделать последнюю запись о занимаемой должности. В то же время записи, сделанные в трудовой книжке до 2019 года, остаются в силе и могут быть использованы по необходимости. Необычная аллея появилась в столичном парке сектора Рыжкань. Там установили новые скамейки, урну, уличную мини-библиотеку и белопарковку. И другие декоративные элементы, выполненные из переработанных материалов, в том числе старых труб. За реализацию проекта взялась компания «Термоэлектрика» – столичный поставщик теплой энергии. Для обустройства общественного пространства организовали конкурс, в ходе которого из 40 предложенных мест жители Кишинеу выбрали парк Рыжкань. Аллею и близлежащую территорию обустраивали в течение двух недель. Впервые власти Гагаузии возьмут на себя расходы по подготовке специалистов в техническом университете. Речь идет о гагаузских выпускниках, которые решат поступить на учебу в это учебное заведение. Однако молодые люди должны будут подписать соглашение с исполком Гагаузии, который в свою очередь обязуется предоставить специалистам рабочие места после завершения учебы. Таким образом, в этом учебном году исполком автономии поддержит 50 студентов, которые поступят в технический университет и обязуются покрыть за счет регионального бюджета расходы, связанные с оплатой контракта. Биндерская крепость. Один из важных исторических и туристических объектов Молдовы станет и культурно-развлекательным центром. Об этом сообщил директор Биндерской крепости Александр Яськов. По его словам, уже скоро здесь будут проходить концерты, выставки, будет обустроен парк и детские игровые зоны. Основная цель этих изменений, чтобы посетители могли прийти с утра и найти развлечения на целый день. Тем более, что из года в год интерес туристов к Биндерской крепости только растет. Биндерская крепость – памятник архитектуры XVI века. Расположена на правом берегу реки Днестра в городе Биндеры, на территории непризнанной ПМР. Ее строительство началось в 1050-38 году, после вхождения Биндер в состав Османской империи. По проекту турецкого зодчего Синана. Продолжаем выпуск. Столичные и местные избранники одобрили проект решения, касающийся проектирования и строительства газопровода «Унгень-Кишинео». Документ поддержали 46 советников. По их словам, расширение газопровода до Кишинео позволит упрочить энергетическую безопасность страны и даст Молдове возможность доступа к альтернативному источнику природного газа. Что же касается сдачи в эксплуатацию газопровода «Яс-Унгень», то это может произойти уже в следующем году. Напомню, в конце мая 2015 года главы правительств Республики Молдова и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода «Яс-Унгень» до Кишинео с молдавской страны и до Онеж на румынской территории. Новый газопровод «Унгень-Кишинео» завершит подключение газотранспортных систем Румынии и Республики Молдова, будучи продолжением первой части газопровода «Яс-Унгень», введенного в эксплуатацию в 2014 году. Тем временем бездействие Монсовета по другим вопросам обходится в кругленькую сумму. Так, из-за блокирования вопросов, касающихся аренды и приватизации земель, столичный бюджет уже потерял миллионы леев. По словам временного градоначальника Руслана Кадряну, самое печальное то, что из-за принципиальности некоторых советников рядовым жителям Кишинео приходится годами ждать того, что можно решить в одночасье. С начала этого года муниципальный совет успел рассмотреть и утвердить примерно три десятка проектов. Остальные почти 1700 до сих пор остаются в повестке. Большая часть из них поступила от Управления архитектуры. Генеральное управление архитектуры и земельных вопросов подготовило и направило на рассмотрение 1032 проекта решений, большая часть которых касается земельных вопросов, таких как утверждение урбанистических планов, разграничение и приватизация территории и их передача в собственность, установление границ, организация аукционов, утверждение муниципальной собственности. Из более тысячи проектов порядка 600 касаются приватизации земли под домом. Остальные 400 – аренды, купли, продажи участков, прилегающих к жилой собственности. Решение ни по одному из них до сих пор не принято. Муниципальному совету было направлено немало проектов решений, касающихся присвоения муниципальных земель. Речь идет примерно о 60 земельных участках. Проекты, касающиеся 50 из них, мунсовет отправил на пересмотр или для объединения проектов решений в один проект. Управление экономики, реформы и имущественных отношений также сетует на упрямство муниципальных советников. Ведомство направило им уже более 500 проектов. В текущем году мунсовет не принял ни одного решения ни об аренде, ни об ее продлении, ни о внесении изменений. Прошло полгода. На данный момент Генеральным управлением представлены мунсовету и консультативным комиссиям 39 проектов решений по аренде. Самое грустное, что у кого есть вопросы, тот их решает через разные схемы. А рядовой гражданин или экономический агент, который пытается вести честный бизнес, платить налоги и держать документы в порядке, годами ждет решения мунсовета. Ущерб от затягивания решений только по проектам Управления экономики и реформы имущественных отношений составляет порядка 7 миллионов леев. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести. Продолжим говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к обзору основных новостей из рубежа. В Японии тем утром произошло землетрясение. Мощные подземные толчки были зафиксированы в префектуре Осака. Их сила превысила 6 баллов. Погибли как минимум 3 человека. Одной из жертв стихии стал 9-летний ребенок. Раненых сотни. Землетрясение привело к перебоям в работе транспорта. В Осаке остановлено железнодорожное сообщение. Не работает метро. Отменены авиарейсы в местном аэропорту. Власти созвали чрезвычайный штаб. К ликвидации последствий землетрясения привлечены армейские подразделения. Дональд Трамп решил наказать Пекин за кражу технологий и объявил о введении торговых пошлин в 25% на импорт из Китая. В заявлении главы Белого дома подчеркивается, что даже несмотря на большую дружбу с Си День Пином, ему пришлось ответить на воровство американской интеллектуальной собственности. Новые пошлины коснутся 900 китайских товаров. Полный список может появиться уже в ближайшее время. Полтора часа, перечеркнувшие полтора месяца. На закрытом совещании в Белом доме не было экономического советника США. Однако присутствовали все, кто в начале мая приезжали в Пекин торговаться. Но созданный механизм по урегулированию споров между Китаем и США не сработал. Стоящего роля Дональд Трамп так резко сдал назад, что опять нарушил все мыслимые правила и вызвал острое недовольствие Пекина, где слов на ветер не бросают. Если США предпримут односторонние протекционистские меры, наносящие ущерб интересам Китая, мы незамедлительно отреагируем, чтобы защитить наши законные права. Есть информация, что перечень из 1300 китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов чуть отредактирован, но под санкциями остались робототехника, продукция аэрокосмической отрасли, энергетики. Трамп бьет по китайским приоритетам и развязывает технологическую войну. У Китая черный список тоже на готове. В нем автомобили, самолет и химия. Цена вопроса те же 50 миллиардов долларов. Чернила на указе Трампа еще не высохнут, а ответные меры Пекина уже вступят в силу. Глобальные цепочки поставок чрезвычайно сложны, и любые тарифные действия, которые влияют на отношения между США и Китаем, нарушат их. Это во-первых. Во-вторых, воздействие будет выходить далеко за рамки только тарифов. Компании обеспокоены, что все это приведет к бойкоту американской продукции. Европа еще пытается урезонить США, Трампа уговаривает глава МВФ Кристин Лагард, а эксперты все еще надеются найти логическое объяснение его поступкам. Якобы наладив диалог с КНДР, лидер США решил, что ему больше не о чем разговаривать. Беспорядки в столице Македонии, Скопье. Сотни человек, вооружившись пиротехникой, накануне пытались штурмом взять здание парламента страны. Чтобы сдержать натиск, полиция применила слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали семеро сотрудников правопорядка. Десятки нарушителей задержаны. Неспокойно было и в соседней Греции. Там полиции тоже пришлось применить силу. Причина происходящего в исторической сделке Афин и Скопье по переименованию Македонии в Республику Северная Македония. Смена названия – одно из необходимых условий вступления страны в Евросоюз и НАТО. Однако, как показывают последние события, документ устраивает далеко не всех. Французский президент Эмонаэль Макрон готовит лингвистическую революцию в ЕС. Об этом пишет Wall Street Journal. По информации газеты, после того, как Британия покинет ЕС, Макрон рассчитывает сделать основным официальным языком Евросоюза французский, как это было в блоге до 1973 года. По логике Макрона, к тому моменту английский останется лишь вторым официальным языком в двух странах ЕС – Ирландии и Мальтии, в которых проживает полтора процента от всего населения Евросоюза. Королевский английский, по мнению президента Франции, слишком сильно влияет на политику Брюсселя, и эту ситуацию нужно менять. Главный сторонник Макрона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, убежден, что язык Вольтера ничем не уступает языку Шекспира, а Брюссель явно ошибся, выбрав англификацию. Этот лингвистический спор могла бы выиграть Германия, которая и без Брексита первая по численности населения страна ЕС. Но в Берлине зреет более серьезный кризис. Коалиция Ангелы Меркель снова под угрозой, и все из-за спора о миграционной политике канцлера. Бавария взбунтовалась. Председатель Христианского социального союза Хорс Зейхофер, занимающий в кабинете Меркель постминистра внутренних дел, требует, чтобы канцлер приняла его план по миграции, состоящий из 63 пунктов. Главное – право разворачивать беженцев на границе Германии и облегчение процедуры депортации. Если нет, тогда разрыв исторических связей ХСС и ХДС. Баварские консерваторы, потерявшие из-за миграционной политики Меркель голоса на прошедших федеральных выборах, не собираются рисковать тем же на скорых выборах у себя дома. Поэтому вариант один – конфронтация. Глава МВД демонстративно игнорирует совещание по беженцам у Меркель и встречается с канцлером Австрии Курцем. Я выражаю канцлеру полную поддержку в его стремлении обеспечить безопасность границ. Бавария стала единственной федеральной землей Германии, которая осенью 2015 года испытала такой же шок от наплыва беженцев, как и Австрия. Поэтому подходы Курца и Зейхофера к этой проблеме значительно ближе друг к другу, чем к политике Меркель. И в ее обществе Курц не стесняется указать на это, мягко, но недвусмысленно. Не хочу ввязываться во внутренние споры Германии, но я абсолютно уверен – цель Австрии – остановить наплыв беженцев в Европу. 1 июля Австрия принимает председательство в ЕС. Это вряд ли поможет Меркель в ее постоянных попытках убедить европейцев разбираться с беженцами совместными усилиями. Но она не сдается. Я думаю, что изменения необходимо вносить вместе, а они необходимы нам срочно. Поэтому я возлагаю большие надежды на встречи Европейского совета в конце июня. Меркель еще надеется на то, что соседи ПС воспримут ее идею код на прием мигрантов. В Баварии и в некоторых других федеральных землях считают, что это все иллюзии, а реальный выход – план Зейхофером. С этим согласны даже однопартийцы Меркель. Не думаю, что за две недели мы справимся с проблемой, которую не могли решить три года. Нам нужно срочно добиться запрета на прием мигрантов, которым было отказано в повторном въезде. Дискуссия о миграционной политике разворачивается на крайне неблагоприятном для Меркель информационном фоне. Убийство девочки, совершенные мигрантами из Ирака и Турции, арест беженца, который готовил рециновую бомбу в Кельне – казалось бы, все это подталкивает Меркель к тому, чтобы принять ультимативные требования Зейхофера. В случае, если канцлер продолжит упорствовать, ХСС выйдет из парламентской фракции и из федерального правительства, и надо будет срочно искать замену баварцам, чтобы сохранить коалицию большинства. Это означает новый торг, например, с зелеными, и ослабление позиций Меркель внутри собственной партии, для которой дорог исторический союз с ХСС. Но драма в том, что согласие на план Зейхофера может иметь для канцлера не менее тяжелые последствия. Между тем, судно «Аквариус» с мигрантами на борту накануне пришвартовалось у берегов Валенсии. Власти Испании предоставили беженцам право на пребывание в стране в течение 45 дней. В это время они смогут обратиться с просьбой о предоставлении им убежища. Напомним, на корабле более 600 человек, среди них представители 26 национальностей, 120 детей, беременные женщины. Многим требовалась медицинская помощь. Судьба этих людей вызвала общий европейский скандал, после того, как Италия и Мальта наотрез отказались принять беженцев у себя. Ну и не можем мы не поговорить, конечно, о футбольном чемпионате, новостях с ним связанных. За четыре дня проведения чемпионата мира по футболу Москва стала самым посещаемым городом. Следом в порядке убывания идут Петербург, Сочи и Ростов-на-Дону. Больше всего болельщиков собрали матчи Россия-Судовская Аравия и Германия-Мексика. На каждой игре лужники были заполнены до предела. На трибунах присутствовали больше 78 тысяч человек. Матч между сборными Аргентины и Исландии на стадионе «Спартак» посетили 44 тысячи зрителей. Этот поединок вошел в тройку самых посещаемых. Элегантные станции, фрески, захватывающий дух и самый удобный способ добраться до стадионов. Так московское метро описывает, например, в британской прессе, заявляя, что иностранные болельщики просто обязаны насладиться красотой подземных дворцов. К тому же поездка в шесть раз дешевле, чем в Лондоне. Итальянцы оценили спортивные трансляции в вагонах, а бразильцы добрались до Биберева. О приключениях иностранцев в московской подземке наш следующий репортаж. Смотрят карты, задумчиво изучают схему, рюкзаки носят спереди. Я просто так привык. У нас в Мехико есть карманники. Многие ходят с рюкзаками вперед, так надежней. Те, кто без приключений сумел добраться до пункта назначения, радуются этому, как победе сборной. Аргентина! Аргентина! Перу! 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 Все указатели метро продублировали на английском. Вся навигация в метро была на русском. Мы там просто терялись. Сейчас другое дело, гораздо проще. Но болельщиков из Латинской Америки в большинстве своем испаноговорящих английские указатели не спасают. Сложно, сложно. Я никак не могу понять, в какую сторону ехать. Заблудившимся активно помогают москвичи. Показал, что надо взять переход, пройти несколько станций и все. Эти гости из Перу сумели добраться до Белорусской, но вышли не туда. Потеряли главный ориентир – Белорусский вокзал. Самые осторожные для первой поездки наняли гидов. Они показывают путь до фан-зоны, а заодно рассказывают о самых красивых станциях. Нам было сложно разобраться, поэтому мы пригласили вот этого великолепного человека. На экскурсии по метро, организованной музеями Москвы, не попасть. Все занято. Льготный билет по паспорту болельщика или по фан-айди стоит 800 рублей. Экскурсии больше с популярностью. Мозаики Киевской, сводчатые потолки Белорусской, скульптуры Площади Революции. Мамма миа! Монито и мамма миа! У нас в Перу вообще нет метро. Я бы был счастлив, если бы у нас такое было. Никакой опасности я не чувствую. Тут красиво и весело. Фанаты завражены красотой московской подземки и улыбками столичных красоток. Гости из Аргентины флиртуют с девушками, но место им не уступает. У них так не принято. Бразилиц Рикардо поступил наоборот и теперь в столичной подземке как рыба в воде. Каждый день ездит к своей невесте в Биберево. Мне очень нравится Биберево, его советская архитектура. Я всех своих друзей зову из Бразилии в Биберево. Руководство митрополитена просит москвичей быть терпимее, гостям чемпионата. Путь можно указать и жестами, а улыбки благодарности в переводе не нуждаются. Грузия! 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 Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует... Продолжение следует...